Всем привет, это Science Daily, новости науки и космоса. Российские специалисты приступили к проектированию космического аппарата Венера-D, об этом сообщает Институт космических исследований Российской Академии Наук. Запуск аппарата запланирован на 2029 год. Автоматическая межпланетная станция Венера-D будет состоять из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Первоначально планировалось, что это будет совместный проект с НАСА, но в прошлом году Роскосмос заявил, что это будет независимый национальный проект без широкого привлечения международной кооперации. Создатели Венеры-D намерены использовать базовую конструкцию советской посадочной станции, применявшуюся в миссиях Венера и Вега. Космические исследования Венеры начались еще в 1961 году с полета советской автоматической межпланетной станции Венера-1. Венера-1 с разгонным блоком вышла на околоземную орбиту, а затем была выведена на траекторию полета к планете Венера. Автоматическая межпланетная станция была оборудована приборами для измерения интенсивности космических лучей, напряженности межпланетных магнитных полей, регистрацией микрометеоритов и другими инструментами. Передача данных Венеры-1 проводилась в течение 7 суток. На расстоянии почти 2 миллионов километров от Земли связь с космическим аппаратом была потеряна. После этого в советской программе исследования Венеры было несколько неудачных запусков. Запуски станции Венера-2 и Венера-3, осуществленные в ноябре 1965 года, окончились потери связи из-за перегрева бортовой аппаратуры. А вот следующая станция Венера-4, запущенная в 1967 году, долетела до Венеры. При входе в ее атмосферу был отделен спускаемый аппарат. Какое-то время орбитальный аппарат еще передавал телеметрии, и научную информацию пока не разрушился. Спускаемый аппарат при входе в атмосферу Венеры испытал колоссальные перегрузки, но его приборы включились в работу и начали передавать научную информацию. Давление и плотность атмосферы Венеры измерялись вплоть до зашкаливания приборов. За время спуска температура возросла от 33 до 262 градусов Цельсия. Связь с посадочным аппаратом была потеряна через 93 минуты после начала спуска. Но ученым удалось получить данные о плотности, давлении и химическом составе атмосферы планеты. После этого было еще два аппарата, входивших в атмосферу планеты. Венера-6 смогла снизиться до 18 километров над поверхностью. И лишь Венера-7 смогла совершить мягкую посадку на поверхность планеты в 1970 году. Аппарат совершил посадку на ночной стороне Венеры. По полученным от аппарата данным было установлено, что давление у поверхности Венеры в 90 раз выше нормального атмосферного давления, а температура около 475 градусов Цельсия. Другие данные аппарат предоставить не смог, так как отказал телеметрический коммутатор. В 1972 году Венера-8 также совершила мягкую посадку на поверхность планеты, причем впервые на дневной стороне. Прием радиосигнала и телеметрической информации от ее спускаемого аппарата продолжался еще в течение 50 минут после посадки. И все это время бортовые системы и научные приборы работали нормально, что позволило получить полную информацию не только об атмосфере Венеры, но и впервые в мире об условиях на ее поверхности. В 1975 году спускаемая аппарат станции Венера-9 совершил мягкую посадку на невидимой земли стороне Венеры. Спустя две минуты после посадки с него началась передача панорамной съемки. Это были первые в мире фотографии, переданные с поверхности Венеры и первые в мире фотографии, переданные с другой планеты. Передача информации со спускаемого аппарата длилась 53 минуты. Аппарат Венера-10 также совершил мягкую посадку на освещенной стороне планеты на расстоянии чуть более 2000 км от точки посадки Венеры-9. Время его работы на поверхности Венеры составило 65 минут. Орбитальные аппараты Венеры-9 и Венеры-10 после завершения работы их спускаемых аппаратов провели комплексные исследования планеты и околопланетного пространства, включая фотографирование облачного покрова. В 1978 году на планету совершили посадку спускаемые аппараты Венера-11 и Венера-12, изучавшие в том числе и электрическую активность атмосферы планеты. А в 1982 году Венера-13 и Венера-14 передали первые цветные снимки поверхности планеты. На этих станциях был также проведен забор грунта с поверхности и анализ его химического состава. В результате было установлено, что Венера покрыта разновидностями базальтов. Космические аппараты Венера-15 и Венера-16, запущенные в 1983 году, с помощью радиолокации картографировали с орбиты северное полушарие планеты, что позволило оценить структуру ее поверхностей. Но на этом исследования Венеры не закончились. В 1984 и 1985 годах на поверхность планеты совершили посадку еще два советских аппарата Вега-1 и Вега-2, один из которых провел бурение поверхности Венеры, забор и анализ грунта. В научный вклад всех этих миссий в исследование Венеры колоссален. были проведены первая панорамная съемка, картографирование планеты, исследование погодных условий, анализ состава атмосферы и грунта. Российская программа должна возобновить исследование Венеры. Она будет включать в себя три миссии. Первая – запуск аппарата Венера-Д в 2029 году. Вторая и третья миссии запланированы на 2031 и 2034 года соответственно. В ходе третьей миссии на Землю должны быть доставлены образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры. Таковы планы, которые, я надеюсь, все-таки будут реализованы, хотя понимаю, что данное видео может вызвать у скептиков массу негативных комментариев. На этом все. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних новостей из мира науки и космоса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова